В Казмауле два избирательного участка в Умараторе 168 и в самом селе 1012 избирателя. Здесь члены комиссии, наблюдатели, непосредственно голосующие, обеспечены необходимыми комплектами средств индивидуальной защиты. На всех участках голосования проводится систематическая санитарная обработка. Организован температурный контроль, соблюдаются дистанции между членами комиссии. Сделаны дистанционные разметки, чтобы развести участок голосования при входе и выходе. В селении Сулевкен 1612 избирателей и один избирательный участок. Со слов главы села Артура Умарова, голосование проходит в спокойной обстановке. Активность жителей хорошая. Избирательный участок в 15.42. На сегодняшний день, я думаю, стабильно люди приходят, голосуют. Однако изначально же было, как бы, на 1 июля, но как бы это людей довели, что в 25-м уже начал открыться избирательный участок. Люди ходят стабильно, да, действительно узнают, голосуют, высказывают свое мнение на сегодняшний день. Вот пока подсвешение людей стабильное, нормальное. Люди понимают, действительно, кто в поправках понимает этой конституции. Они уже восприняли действительно серьезно, поняли, что действительно есть от этого польза людям. Общественная палата, мы обязаны проверять, обеспечить порядок всех избирательных участков. Районное руководство все делает для того, чтобы обеспечить яркую, очень активно, спокойно, без света, чтобы эти голосования прошли. Это очень важный вопрос. Там очень важный вопрос поднимается по защите людей. Проголосовала за поправки в основной закон страны из Лоиха Курбанова, член Союза Женщина Района, который отметил поправки по отношению к семье и защите детей. Сила Сюльевкен Курбанова-Зулайха пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за изменение Конституции. Призываю всех сельчан на голосование за изменение Конституции Российской Федерации, так как изменение Конституции Российской Федерации направлено на улучшение жизни всех россиян. Проголосовав за изменение, каждый из нас может внести небольшой вклад в будущее нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова